Новые гости, прекрасные, отличные собаки. Можно представьтесь, пожалуйста, расскажите, кого вы привели с собой? Здравствуйте, зовут меня Юрий Покентилица, я президент Федерации издового собаководства. Привели мы с собой аляскинских маламутов и самоедскую собаку. Это Сани. Айсан Бин и Норсперл. Девочка, привезенная в польско-канадские кровя. Значит, годик по возрасту, привезенная к нам в питомник. Скажите, пожалуйста, для чего эти собаки, вот как они используются? Ну, аляскинский маламут – это арктическая крупная ездовая собака, названная в честь эскимосского народности маленеутов. Основное направление ее – это таскание упряжки, тяжеловоз для перевозки тяжелых грузов. Ну, а как она чувствует себя в нашем, скажем, климате? Прекрасно. В Арктике тоже, в Заполярье, бывает лето, они не слабее, чем у нас, пожарче, поэтому прекрасно. Чем прекраснее шерсть у собаки, тем лучше она переносит как жару, так и холод. Какой характер у этой собаки? Ой, собака с многогранными плоскостями. Она может быть добрая, она может быть энергичная, она может быть активная, она может быть спокойной. Эскимосы характер маламутов формировался тысячелетиями, поэтому они принимают любой образ жизни, любого человека и характер подстраивают под его. Самое главное – это выживаемость в любых условиях, скажем вот так. Спасибо. Ну, я так понимаю, вы не один? Конечно. Нет, конечно. Их можно гладить, они добрые? Конечно, конечно. Отлично. У меня еще одним другом стало больше сегодня. Эскимосы доверяли перевозку детей маламутам, поэтому это уже о чем-то говорит. Хорошо, переходим. Отличные, прекрасные собаки, но нельзя не заметить, кто это. Как вас зовут для начала? Владимир. Владимир, кто это? Это самоед или самоедская собака. Вот это наш мальчик Людовик, вот это вот девочка Николь, привезена из Москвы. Мальчик это наш, мы здесь его приобретали в Донецке. Собаки для чего они служат? Собаки тоже ездовые, служат также для перевозки грузов, они прекрасные пастухи, охотники. То есть изначально это собака, ее родина Россия, Сибирь. То есть, почему название самоеды? Потому что они произошли, но первые собаки появились у племен самоедов. Отлично. Эти собаки добрые, их можно полагать? Отлично, отлично, отлично. Ой, какая красотища, я не знаю. А какая шерсть? Да, шерсть шикарная, лечебная. Можно вычесывать. Ну, я не знаю, поверьте мне, что, ну, просто потрогать, не потрогать эту собаку нельзя. Это просто какой-то ходячий коврик. Очень мягкий и очень теплый. Причем, видите, очень добрый, очень отзывчивый. Какой характер, что, как вы ладите с ними? Собаки очень добрые, очень послушные. Они прекрасно понимают человека, то, что от них хотят. Но в то же время они как бы остаются всегда вот как маленький щенок. То есть, как маленькие дети всегда любят играть, то есть, ну, готовы на шалости, на игры, на развлечения. Но в то же время, как бы надежная собака, хороший друг там поделать. Отличный друг, спасибо вам. Спасибо. Спасибо. И у нас есть еще один друг. Скажите, какой этот друг, как вас зовут и с кем вы пришли? Меня зовут Оля, я пришла со своей собакой, Лучар, он Аляскинский маламук. Здравствуй, Аляскинский маламук. Отлично. Голос, 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 голос. Ну, поздоровайся. Голос? Нет. Сегодня, а он не настроение, очень много собак и много помех, наверное, вокруг. Да. Ну, я так понял, что вы пришли не просто так. Ну, начали коротко, что это за собака? Чем она хороша, для чего она? Она для перевозки очень тяжелых грузов. Она используется на севере, на севере это рабочая собака. Ну, вот вы здесь, я так понял, что не просто пришли. Вы пришли, и тут у нас есть целое шоу. Максим, ты уже, я смотрю, за рулем. Я буду кататься, да, я буду рулить вместе с собакой. Я бы хотел вернуться к поздравлениям некоторым. Вот, наш звукорежиссер Кирилл Гуси. Вот это его лучшая, одна из лучших фотографий, конечно, на канале. Вот он, одна фотография. Так, вторая, третья. Сегодня, сегодня его нет с нами, потому что, спасибо, спасибо за подсказку, это у нас тормоз. Сегодня его нет с нами, потому что наш звукорежиссер в декрете. Вот, недавно у него родилась третья дочка, Аннушка. Мы его, все телекомпании, мы его с этим поздравляем событием. Много вам здоровья, Кирилл и Аня. Все, а мы уже, по-моему, готовы, готовы проехаться. Ребят, где, а где наши... Отходите, отходите. Отходите, отходите. Все, так? Держись. Как тебя зовут? Даша. Не страшно? Нет. А мне страшно. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, смотрите, да еще и... Я еще при скорости. О, Боже. Все, едем, 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 едем. Ну, как? Нормально, классно. Катались раньше по площади Ленина на ездовой собаке? Нет, никогда. Я не успеваю рулить. Милиция идет, сейчас я работу останавливать. Нас не оштрафуют, нет? Не слышите? Хорошо. Меня уже не слышит никто. Привет. Нет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вниз. О, спасибо тебе. Ловите машину. Ну, эмоции. Я не могу говорить. Меня переполняют эмоции. Мне очень, конечно, интересно было покататься на этой собаке. Пойди познакомься. Как длиничка ее. Спасибо, спасибо вам. Которого можно подрывать. Боже, какая шерсть, какая прелесть. Вот. Какая мощь. Так вот, что может эта собака? Я имею в виду, какое количество там груза или килограмм перевозить? Ну, он еще небольшой, поэтому мы сильно большие грузы еще не давали. Вот детки все здесь. Вот, не могут, не могут собрать. Ну, собака очень большие грузы может перевозить. Зачем вам показывать? Мы должны вам сказать, что и чесать. Скажите, а вот собака, которая рос там с маленького ребенка, как к детям относится? Отлично. С детьми они очень дружат. Катают детей. Мы всю зиму собираемся, катаем детей на санках. То есть, очень любят детей. Ну, тогда еще один вопрос. Когда вы выходите с таким мощным псом, который 200 килограмм запросто перевозит? Вы молоденькая, хрупкая девушка. Как вы можете управлять таким вот? Собака очень любит нас, очень послушная. И делает все, что мы скажем. Поэтому, ну, он живет так, как мы скажем. Делает то, что мы скажем. Большое вам спасибо. Спасибо, что пришли сюда. Мы передаем, мы желаем вам успехов с вашим питомцем. И очень рады, что у нас есть такие прекрасные породы в Дальянске, которые можно показать. Спасибо. И вам спасибо. Ну, давайте еще. Так, вот у нас еще один прекрасный пес. Скажите, пожалуйста, а это как порода называется? Это же Аляскинский маламут. Только цвет у него немножко серый. Они разные бывают. Белые, серые, оранжевые. Как он к вам попал? Тоже вот у Юрия купили по кентелице. Очень хорошая собака с детьми. Очень хорошая. То есть вам не пришлось пожалеть, что эта собака у вас... Они говорили заранее, что у вас очень изменится жизнь. И мы действительно, жизнь так изменилась, что мы очень вместе все на природе отдыхаем. С детьми он очень хорошо ладит. Дети очень довольны. Он такая... Это такая собака, которая не злобная. Она... А может ли она постоять одновременно с этим? Она... Да, она очень... Даже Аляскинские маламуты, они как бы индейцы доверяли им охрану своих детей. Поэтому они очень за семью беспокоятся. И с другими собаками он агрессивный, потому что он альфа-самец. Он как бы лидер. Лидер во всех. И вот в семье он всех уважает. И он... А это ваши дети? Да. Скажите, пожалуйста, как вам этот друг? Как давно вы его знаете? Как он вам нравится? Ну, он большой такой, милый, добрый. Он с нами разговаривает. Когда мы приходим со школы, он воет. Вау-вау-вау-вау-вау-вау. А о чем вы с ним разговариваете? Ну, ну, я говорю ему привет. Он тогда отвечает. Ну, как дела? Ну, все такое. Ну, а тебе часто тягаешь глаза, что он не обижается? Нет. Ему нравится? Да. Ну, отлично, что у вас есть такой друг. Спасибо, что вы к нам пришли. У нас есть еще один. Спасибо.